Всем привет, с вами ДопК, мы продолжаем играть за нашу прекрасную Британию, которая уже объединилась, осталась лишь Ирландия, но ей мы скоро займемся, отбили мы острова здесь, сама Британия уже единая, здесь еще Британь у Британии, и теперь мы подготовили наш плацедар для атаки скандинавов, мы покажем им, что такое гнев Британии, но вы если вдруг еще не подписаны, то подписывайтесь, а мы же продолжаем. Мы тут ездили на охоту неудачно, но перк получили, развитие немножко получили, шикарно, я думаю, пора бы нам объявить серьезную войну уже шведам, здесь я буду потихоньку выращивать, скажем так, своего вассала, я здесь сделал феодальную территорию, сюда нам бы, конечно, еще контроль повысить, но это займет очень большое время, здесь еще куча дебафов было на эстетии, тем более, и потихоньку наш внук будет свое королевство выращивать, как и сам будет потихоньку расти, и вот она, наша ярость обрушивается наших ведов, и присоединятся норвежцы, но я их не боюсь, я их буквально только что перед этим разбил, и мы можем, да, взять бесплатный орден, смотрите, он уже на 5000 разросся, то есть буквально мы можем этим одним орденом и воевать, шикарно, шикарно, бесплатная война. Ну, сейчас давайте соберем профессионала, все-таки тоже, я думаю, будет полезно, они у нас, как правило, очень сильные, да, видите, армия 4х, хромика имеет, тут у нас и для осады, тут у нас и куча разных рыцарей, в общем, элита. Ой, нам подарил, кто это наш? Наш кузен, подарил нам шкуру, которую носил легендарный кабан. Это отлично, потому что можно будет что-нибудь здесь заменить, здесь много чего есть, нам нужно на максимум как раз-таки признание. Мне придется снять шкуру собаки, и вот сюда повесить, да, шкуру, которую носил кабан, ее починить еще, блин, 250, господи, нет, пока чинить мы не можем, дороговато. Ну, кроме того, ну, это престиж, ну и 0,12 признание, это неплохо, и могущественных вассалов плюс 6, это тоже, кстати, солидный баф. Еще один внук, еще один гений, шикарно, вот их бы как-то продвинуть бы в наследнике, но почему-то здесь их нету, все-таки я, возможно, не очень понимаю, но, походу, внуков нельзя, это грустно, но, по крайней мере, внуки смогут какими-то землями здесь управлять, внуков, наверное, будут сажать как раз-таки на королевство в Швеции. И в Норвегии. Ну, и здесь просто нарубили мы скандинавов, теперь здесь армию нету, а у нас все еще вся армия, прекрасно. Можем, кстати говоря, его попытать и узнать его секреты какие-нибудь. О, недавняя пытка, вторая значительная штраф, куча стресса, куча стресса, и небольшой шанс получить помешательство, но это пока нету. И если, кстати говоря, он умрет, ладно, нет, у него один сын, то есть вряд ли что-то распадется. Но в целом... А, это его первый наследник пойман, я понял. А тогда в подземелье его. О, ваша жена, друг хочет покраситься друг в вечной дружбе, без проблем. Я думаю, нашему можно правительству отправиться в паломничество. Конечно, благочестивая. Основная идея этого паломничества в двух вещах. Во-первых, нам нужно получить благочестие, чтобы сейчас священные войны как-то вести. А во-вторых, в принципе, это хороший перк. Слушайте, можно съездить прямо аж в Иерусалим. Но, наверное, прямо в Иерусалим дороговато. Давайте все-таки варим, в Ватикан. Ну да, иначе будет, я говорю, дороговато, дороговато. Можно смиренное паломничество сделать. Сделай его опасным. Но я думаю, мы справимся. Это даст плюс благочестие. Остальное все оставляем как есть. И так. Фанатизм щедрощен. Но я вот не хочу благотворительностью заниматься. Но фанатизмом можно и позаниматься, да. Отправляемся. И у нас может быть шкура. Почему у нас шкура с собой едет? Почему я с собой несу шкуру? Спасай. Спас. Отлично. О, признание либо... Не, ну признание это все-таки получше будет. Я Алдуин. Ладно, Алдин, но Алдуин было бы забавнее. И мы получили ранение. Но сразу же потеряли, потому что у нас есть врач. Отлично. Ну и мы дошли. И получили мы паломничество. Очень приятный баф. И наследника мы убиваем. Шведского. Таким образом, наследникам становится непонятно кто. Вот мы практически прерывали линию его. А может, если говоря, выкупить? Нет, ну за влияние неинтересно. Да. Это было Детя на ложнице. Прерываем линию шведского короля. Потому что только так мы можем оплатить им за то, что они делали в Британии. Ой, он умер от остановки сердца. Смотрите. Вот до чего до него его довела наша война. И там теперь новый король, который, я думаю, не сильно долго проправит. И при этом давите земли еще немножко хуже, так сказать, им стало. Да, опять к нам армия северян приходит. Ну, мы скоро северян. Опять избавимся от северян. Так что мы не боимся. Мы получили путешественник. Тоже неплохой баф. Попозже мы вообще сможем получить баф к здоровью. Тоже было бы неплохо. Ну и там мы получили кучу благочестия за это. Вот приятно. Просто и попросить денежку на завоевание Скандинавии, я так и сделаю. Ну и, наверное, стоит немножко помочь нашему вот здесь вот будущему королю Дании, я полагаю. Надо немножко ему домиков построить, чтобы было с чего сдержись. Ну и контролем тоже позаниматься. Здесь все еще дебафы, которые мешают. Но, как потихоньку поднимется. А еще получился шкафчик. Еще плюс благочестия и признание. Приятно. Продолжение наш правительства становится немощным. Видимо, он не успеет прямо-таки завоевать Скандинавию. Но ничего. Наш наследник займется этим, если он не сможет. Ну и очередное вторжение мы, очевидно, отбили. Мы продолжаем дальше. Душим Норвегию. Подбиваем Данию всю полость. Ой, я улучшал отношения с этим парнем. И теперь он может быть вассоциализирован. Давайте наулышаем еще чуть-чуть. И на обычных феодальных обязательствах его примем. И мы полностью закрыли здесь все. Перетапливаемся вот сюда. И да, на всякий случай, конечно, берем себе медицину. Хотя, благочестия, было бы тоже неплохо. Можно было бы попробовать успеть реформировать первую. Но, в общем, вряд ли получится. Хоть у нас и большой прирост. Но вот по престижу, по идее, надо успеть. А значит, сейчас будем здоровое тело пытаться выкачать. Ну и что, давайте еще разочек всходим все-таки в паломничество. Я думаю, почему бы нет. Как-то перед смертью, мы ведь уже немощные. Нужно отправиться в Руисалим. Мы, конечно, максимум благочестия отправляемся. Идем смиренно и преданно. То есть не спеша, но больше благочестия. О, да, мы не испугаемся дождика. Справляемся за благородным оленем. У меня скоро будет ребенок, либо семью. О, это прекрасный бомб, да. И пока я в дороге был, наша жена как-то завеременела. Я чую на еб. Но наверняка это бог послал мне ребенка, да? И мы достигли. Достигли нирваны, если быть точным. Мы умерли. В конец дороги. Да. Он умер во сне. Он был в Руисалиме. Он встретил свою смерть, как истинный верующий. И теперь перед нами, перед нами, 9-летний ребенок мы, стоит такой вопрос. Как покорение Скандинавии? И мы должны соответствовать нашему отцу. И мы можем либо защититься, либо наоборот, тень величия сумерки. Нет, мы сравняемся с ними, и мы его переплюнем. Мы закончим то, что он начал в Скандинавии. Каждый Скандинавии будет обучен английскому языку, грамоте, культуре нашей Британии, конечно же. Да. И смотрите-ка, мы доехали до Иерусалима. А, можем какую-то реликвию купить, священный торт. А, кстати, не так плохо, как будто... Нет. Секретное место, где живет Бог. За счет, как будто нас сейчас ограбят. Ну нет, получили ученых, паломничество, скиталец, благочестие. Отлично. Получили новый уровень на божность, 2400. Такими темпами? Там как будто можно было вообще взять и реформироваться. Да. Но, наверное, не успеем. Наш все-таки персонаж уже не овощный, вряд ли он сможет дожить. Полторы тысячи благочестия, решительный паломник. Уф, мы получили. Конечно, да. Ну и я вообще подготовил, по что можно было бы обратиться, но нам не хватает еще 2600, чтобы сделать идеальную религию. Увы. А, мы можем узнать первое дание? Зачем это как будто, да, мы это делаем. Господи, смотрите, что я могу сделать. Святая династия. Католичество укрепляет рвение. Получит свойство идеал. Мы получаем признание. Но рвение фактически сделает дороже. У меня создание новой конфессии. Ладно, будь что будет, потому что, ну, не сделать это было бы... Было бы неправильным. Я думаю, мой персонаж вот-вот умрет, у него очень слабое здоровье. Как бы я необычный уже. Это очень сильно нас душит. Так что... Либо уже успеем, либо уже не успеем. Как повезет. Но так или иначе, нужно еще сделать вот эти перки. То есть вот отсюда дойти, чтобы реально было... Реально это сделать. Ой, а теперь вся моя династия имеет перк Святая? Да, прекрасно. Фантичных фасалов, не знаю, насколько их много. Но они определенно есть. И определенно кто-то от нас будет получать плюс отношения. Это отлично. Я вижу, что от этого короля захватывают северяне. А значит, нужно помочь ему войной. Поэтому я заключил с ним союз. Так, подождите. Я заключил с ним союз. Почему-то не заключил. И у нас сейчас несколько, смотрите-ка. Центризм, фанатизм и торопливость. В принципе, не так плохо. Хотя торопливость не самый лучший перк. Но, в принципе, плюс престиж пойдет. А у нас есть тысяч престижа. А значит, мы качаем себе традицию. И я думаю, верный подданный звучит неплохо. Потому что они будут изучать наш язык. Они будут чаще верны. Они, видите, заложники. Но это ладно. Самое главное, вот, мнение союзерами плюс 10. И народное мнение плюс 5. Я думаю, неплохая традиция. Сейчас мы бегаем по местам. Набрать паломничество, набрать благочестие. В принципе, у нас есть очень хорошие шансы на это. Может, даже успеем реформировать религию. Потому что у меня тут остался лишь один перк до Порожока. Это очень близко. Ой, мне можно сострадание поменять. Точнее, состраданиями стадизма получить. Но, пожалуй, нет. Пожалуй, нет. Мне просто уже интересно благочестие набить. Я уже не успею нафармить с этого ничего. У меня остается четыре сотни. И мы сделаем британскую религию. Люди будут становиться британцами. Какой ужас. Видны очередные северяне с непонятными флагами. Которые мы, конечно, осуждаем. Остаются нам что-то сделать. Но удачи им. О, смотрите, что мы сделали. Прекрасно. Мы Адамита переубедили. Получили еще плюс 5 благочестия месяца. Плюс 20%. Господи, 27 с половиной благочестия. Ладно, мы успеем. А вот еще тысяченка. И уже 7300. Господи, как же мы фармим это христианство. И можем перед смертью принять отцелебата. Это даст нам еще плюс благочестие. 30.5. Шикарно. Ну и это оно. Мы накопили. Я думаю, мы не сможем накопить. Я действительно думал, что мы сейчас умрем. Просто ничего не успеем делать. Но нет. Нет. Вот оно. Британство появилось. Господи. Пости бог всех британцев. Но, тем не менее, мы сейчас будем с этого только получать плюсы. Единственное, нам нужно как можно быстрее сейчас конвертить то, что только можно. Но, потихоньку сейчас сделаем. И да, теперь можно и священниками менять. Господи, все подряд можно теперь. То, что раньше было нельзя, теперь можно. Вот оно, британский раскол. Католические клирки сбились с пути. Нам больше нельзя позволять свести им нас. Доберутся испранные священники, обсудить будущее нашей веры. Глядь, этот папа вышел, из которого он следует мои премники. И разорится, что бог любит нас. Ну и перед смертью давайте-ка сделаем. Войну за Швецию. Это будет финальная война нашего правителя. И наш наследник наследует наше, так сказать, желание. Кроме территории. Завоевать. Скандинавию. Можем так, кстати говоря, чуть позже сделать еще и священный орден. Придется его заново качать. Но, тем не менее. И наш сын, властитель Думан, получил четвертый уровень. И он, кстати говоря, сразу будет уже садить его, набирать себе благочестие. Прекрасно. Прекрасно. Мы его еще, конечно, потом в универ отправим сразу, как на него пересядем. И вот мы нас отдали достаточно провинции. И все королевство Швеции подходит теперь Британии. К сожалению, все говоря, да, бретонские католики нас не любят, поэтому восстали. Но мы с ними сейчас разберемся. Хотя перед этим, конечно, нужно добраться с тем, куда армия пересоберем сейчас. Куда нам вот все территории подавать, потому что их очень-очень много. Это прям, да, прям большая проблема. Ну, во-первых, мы, наверное, феатализируем какой-нибудь стейт. Если видите, есть храм, но, видимо, не удовлетворяем условиям. Хотя, может, все еще будет работать. Тем не менее. Нам нужно сюда теперь посадить своих внуков. И как-то, как-то... Прекатолик, это осуждаем мы. И как-то это все начать интегрировать. Это будет долго, но нужно сделать. Без особых труда мы их разбиваемся. Говоря еще и наши... И это вассалы тоже присоединятся нашей стране. Что забавно, но я не против. Ну и без проблем мы, конечно же, их подавили. Плюс народное мини сейчас получим. Ужас получим, к себе говоря, что приятно будет. И да, сможем немножко временно успокоиться. Ну и пока мы еще живы, нужно по максимуму воспользоваться нашей армией. По сожалению, нет освященного ордена, чтобы бесплатно воевать. Но пока что так. И наш персонаж умирает во время этой войны. Но ничего, у нас есть новый император. Его уже называли Папой Жестоким. Да, у нас почему-то главный титул папства, поэтому у нас все правители теперь называются Дэдди. Немножко странно, но ладно. Мы в Сумерках, плюс Благочестия. А у нас еще и имя, как бы, да, Мерлесвейн, господи. Второй. Верена существования отца или мы преднадем их? Мы, конечно, будем стараться превзойти его. Но мы становимся на паузу, потому что новый правитель, как бы, я думаю, пора перейти в следующую серию. И нам нужно будет подобрать себе и супругов. В общем-то, продолжить дело нашего отца. Это все произойдет в следующей серии. С вами был Дубгей. Обязательно подписывайтесь, если вы еще вдруг не подписаны. Лайк, комментарий, подписывайтесь, все как обычно. И до скорых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok